Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить о подсолнечниковом мёде. Многие покупатели не знают, что это хороший нормальный мёд. Вызывает он какое-то пренебрежение у многих. И не все пчеловоды знают о полезных свойствах подсолнечникового мёда. Давайте немного углубимся в этом вопросе и расставим точки на 2. У подсолнечника мощная корневая система. Разведляется глубоко в почву. Корень подсолнечника доходит до метра в глубину. А также имеет он мощный толстый стебель. Доказано уже учеными в различных лабораториях, справочниках, что все неполезные, плохие вещества фильтруются подсолнечником и остаются здесь в корне и в стебле. До самого цветка, там где нектар выделяется, плохие вещества не попадают. Поэтому мёд из подсолнечника считается одним из самых чистых. Мёд из подсолнечника кристаллизируется после его откачки через 20 дней. Это нормальный процесс, кристаллизация мёда. Это доказывает то, что мёд натуральный. И наоборот, если пчёл кормят сахаром, то такой мёд жидкий, долго и не кристаллизируется вообще. То есть поддельный мёд из сахара практически никогда не кристаллизируется. Он больше похож на акациевый мёд, но не такой. Такой мёд не подделаешь никогда. Это жёлтый закристаллизировавшийся мёд, мёд солнца. Содержит массу полезных веществ, витаминов и аминокислот. Видите, уже пчела прилетела попробовать натурального мёда. В школах Японии введено обязательное потребление мёда школьниками. А с 2003 года введено и в Китае. И как вы думаете, какой мёд покупает Япония для своих школьных столовых? Мёд не с акации, не с липы, не с гречка. Именно подсолнечниковый мёд. Экспорт мёда налажен с Украины в Японию и в США. Это огромные партии, десятки тысяч тонн. Я не думаю, что такие глупые японцы и американцы покупали бы такой плохой мёд. Что только мне не доводилось слышать, а это мёд от покупателей. Даже был прикол, когда говорили на рынке, что он спрашивали, не воняет ли он подсолнечным маслом олейной. И в комментариях мне кто-то такое писал. Нет, этот мёд не воняет и не пахнет никаким подсолнечным маслом, никакой олейной. Так же, как мёд с гречки, не пахнет гречневой кашей. Это прекрасный мёд. Отличный по своим вкусовым качествам. Естественно, о вкусах не спорят. Кому-то больше нравится мёд жидкий, кому-то злипый, кому-то с акацией. Мне нравятся многие сорта мёда, но подсолнечный мёд отлично. Например, намазывается на хлеб с маслом и прекрасные бутерброды энергетические получаются. Прекрасное лакомство. Рекомендую всем. Насыщенный такой терпкий вкус. Хорошо помогает от перезаболевания горла. Когда болит горло, бывает там першит сильно. Я беру ложку мёда, ничем не запиваю и всё. Першение проходит лучше, чем от каких-то лекарств. Согласно официальным данным с лаборатории, содержание воды, липовый мёд, не более 20%, подсолнечный мёд считается самым низким содержащим влагу, это 18%. Массовая доля сахаров редуцирующих, липовый мёд 80%, подсолнечный мёд 87%, массовая доля сахарозы, не более, белом мёде с липы 7%, подсолнечный мёд 3%, 11%, подсолнечный мёд превосходит 15%, концентрация ионов водорода 4,2,6,9, подсолнечный мёд 3,4. И сравним по аминокислотам, липовый мёд и подсолнечный мёд. Самые интересные показатели, аланин 2 и подсолнечный мёд 3,4 превосходит. Повалину проигрывает 2,7,1,8. Лейцин выигрывает у липового мёда 0,8 против 0,5. Пралин 3,1,3,4 у подсолнечного мёд. Трианин 71 против 62 у липы. Глютаминовая кислота 5,2 у подсолнечного мёда, 1,4 в липовом. Лизин поровну 0,3. Метионина больше в липовом мёде, 10,4, 3,7 у подсолнечного. И по двум последним кислотам подсолнечный мёд немного содержит меньше, чем липовый мёд. Мёд с подсолнечника содержит много пыльцы. Пыльцу собирают пчёлы вместе с нектаром с корзин подсолнечника. И эта пыльца попадает при откачке в мёд. Давайте откроем книгу. Вот, джильниство. Редакция Черкасова. Для интереса, чтобы я не был голословным, чтобы они меня не обвиняли, что я там что-то выдумываю. Вот таблица по пыльце. По всем показателям здесь подсолнечник практически никому не уступает. Если взять аспарцет, гречку, клевер, грушу, свирипу, сосна, верба, клён американский, яблоня, сон трава и так далее. По всем показателям, по витаминам В1, В2, по всем группам витаминов прекрасно идёт на лидирующих позициях. Мёд с подсолнечника прекрасно миксуется с другими сортами мёда. Именно поэтому покупают США и в больших объёмах с Украины, а потом смешивают в различных интерпретациях и подают на прилавки в магазинах. Можно встретить различные миксы подсолнечникового мёда с другими сортами медов. Вот подсолнечниковый мёд в трёхлитровом ведёрке пластиковом. Сразу пчёлы прилетели на запах. Вот такая консистенция. Только набрал я. Такуда вы? Насколько ароматный, что пчёлы его сразу чувствуют и мгновенно прилетают. Если кому надо, могу отправить новой почтой по Украине. Тара пластикового ведра новая 3,5 литров. Подсолнечниковый мёд с разнотравием. С примесью. Фактически я качал всю пасеку, основную часть, один раз. Всё, что принеси за лето, все цветы из степи плюс подсолнечник. Здесь всё попало в одну качку, в один мёд. По поводу покупки мёда обращайтесь на электронную почту. Отвечаю оперативно. Мёд 100% натуральный. Гарантирую, никаких здесь нет ничего там, ни примесей. Сахаром вообще пчёл не кормлю. В общем, я надеюсь, я у всех убедил, что подсолнечниковый мёд это не плохой мёд совсем. Абсолютно это отличный, полезный мёд. Ничем не уступает другим сортам мёда. 27 августа 2019 года я опубликовал своё первое видео на ютюбе. Это было там видео о количестве расплода. Думаю, создам себе канал ради просто прикола, ради интереса. Ну, подпишется, может, человек 500, в лучшем случае, там, может, куда-то продам там пару маток. И просто интересно, как оно всё будет. Интересно ролики снимать, монтировать, выступать вроде маленького актёра. Ну, получилось, подписалось немного больше людей спустя год. Всем большое спасибо, кто смотрел мои видео, кто подписался на канал. Снимаю перед вами шляпу. Желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Покупайте мёд натуральный у пчеловодов. Пчеловод настоящий никогда вас не обманет. Не всунет какую-то там ерунду. В общем, всем удачи и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова